Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вам доклад «Опыт использования инновационного препарата Экстимия в рамках исследования клинического исследования третьей фазы». На этом слайде вы можете видеть молекулу инновационного препарата Экстимия, который представляет собой пигелированный филгостим. Пигелирование – это присоединение к молекуле активного вещества молекулы полиэтиленгликоля, биологически инертного высокомолекулярного вещества. В результате увеличивается итоговая молекулярная масса молекулы и она перестает фильтроваться почками. В связи с чем увеличивается период полувыведения препарата из организма. Первым таким препаратом в России был нюластим, появившийся в 2002 году. Пигелированный филгостим выводится из организма по принципу рецептора посредованного протеолиза, по механизму обратной связи. У пациента с нейтропенией препарат циркулирует в крови до тех пор, пока нейтрофилы не восстановятся до нормального уровня и сами не разрушат препарат. Таким образом мы избегаем риска гипермиелопоэза. На этом слайде представлены сравнительные характеристики препарата экстимии производства фирмы Виакат и препарата нюластим. Принципиальным отличием экстимии является то, что она обладает большей молекулярной массой и тем самым больше период полувведения этого препарата из организма. И к тому же молекула полиэтиленгликоля находится дальше от активного центра филгостима, что увеличивает специфическую активность препарата экстимии. В настоящий момент проведены все доклинические физико-химические исследования препарата и исследования первой, второй и третьей фазы. Ранее были доложены на предыдущих конференциях исследования второй фазы и предварительные результаты исследования третьей фазы и, наконец, готов полный анализ исследования третьей фазы, которая представляла собой двойное слепое рандомизированное исследование с двойным маскированием. В исследовании было рандомизировано 135 пациенток с новообразованием 2-качественной молочной железы 2-й и 4-й стадии, которым была показана химиотерапия по схеме доцитоксел плюс докцирубицин. Подробнее о дизайне. Все пациентки были рандомизированы в первый день получения химиотерапии по схеме доцитоксел плюс докцирубицин в стандартных дозировках. На вторые сутки, не ранее, чем через 24 часа после окончания введения химиотерапии, пациентки распределялись на три группы. Две группы исследования терапии и группа препарата сравнения. Код экстимии в исследовании BCD017 в группах исследуемой терапии на вторые сутки вводился препарат экстимия в дозе 6 мг или 7,5 мг подкожно-однократно и далее начинались ежедневные подколки плацебо до тех пор, пока уровень нейтрофилов не достигнет 10 на 10,9 на литр, либо до 15 дня в зависимости от того, что наступит ранее. В группе сравнения применялся препарат лейкостим, это неопигелированный филгростим, также производство фирмы Биокат, в дозе 5 мкг на килограмм в течение либо 14 дней, либо до тех пор, пока абсолютное число нейтрофилов не достигнет 10 на 10,9 на литр. И однократно на вторые сутки вводилось плацебо. Всего в исследовании оценивалось 4 курса химиотерапии. Если пациентке требовалось продолжение химиотерапии, по мнению врача до 6 курсов, нам безвозмездно предоставлялась химиотерапия для этих больных. Основной конечной точкой, оценивающим показателем была продолжительность нейтропении 4 степени тяжести. На этом слайде вы на диаграммах можете видеть продолжительность нейтропении 4 степени тяжести и любой степень тяжести на протяжении 4 циклов. Различия между группой филгростима, в которой эти показатели максимальны, по сравнению с двумя группами исследуемой терапии, носили статистически значимый характер. Частота тяжелой нейтропении и частота фибрильной нейтропении также были важными показателями. на протяжении всех циклов чаще всего тяжелая нейтропения встречалась в группе филгростима и достигала 100%. В группе экстимии 7,5 мг она не достигала 80%, но несмотря на такие большие различия, различия эти недостоверные. И чаще всего тяжелая нейтропения встречалась в течение первого цикла. Что касается фибрильной нейтропении, то различия также недостоверные. И чаще всего фибрильная нейтропения недостоверна была в группе экстимии 7,5 мг в течение первого цикла также достаточно часто. Также вторичной и конечной точкой являлась частота возникновения инфекции. В течение первого цикла тяжелые инфекции не были зарегистрированы. Напряжение со второго по четвертый цикл все инфекции были зарегистрированы в группе филгростима. Различия недостоверные. Это была пневмония, рожистое воспаление правого приплечья, воспаление атеромы предплечья и фурункул носа. Эффективность в отношении количества нейтрофилов. Закономерно, что после введения химиотерапии минимальное количество нейтрофилов регистрировалось на 7-8 сутки. Различия между группами достоверны. Мы видим, что минимальное количество нейтрофилов в группе филгростима и в группе экстимии 7,5 мг показатели практически в два раза выше, чем в группе филгростима. Время до восстановления нормального абсолютного числа нейтрофилов. Оно постепенно уменьшалось в течение с первого по четвертый цикл. И наиболее длительно нейтрофилы восстанавливались в группе филгростима. Различия достоверны. Данные по безопасности. Те или иные негативные явления, несомненно, были во всех трех группах. Мы видим, что серьезные негативные явления чаще всего встречались в группе ликостима. Хотя различия и недостоверны. Гематологические явления. Негативные проявления за исключением лейкопении четвертой степени тяжести. Различия между группами не носят достоверного характера. И мы видим, что у нейтропении четвертой степени тяжести и у фибрильной нейтропении четвертой степени тяжести она чаще всего недостоверно встречалась в группе ликостима. Биохимические изменения носили разнонаправленный характер были в основном первой, второй степени и купировались самостоятельно. Различий между группами нет. На этой диаграмме вы можете видеть специфические для колонии стимулирующих факторов осложнения. Также были в основном первой, второй степени. Различия между группами не было выявлено. Данные по фармакокинетике. После введения препаратов максимальная концентрация препаратов регистрировалась в группе экстимии 6 мг через 61 час, в группе экстимии 7,5 мг через 96 часов и в группе ликостима через 20 часов. На графике видно, что концентрация препаратов более медленно растет и более медленно снижается в группе экстимии 7,5 мг. На основании выше приведенного анализа дозировка экстимии 7,5 мг была выбрана как наиболее предпочтительная. На этом слайде видно сравнение препарата экстимия с неолостимом и филгростимом. Мы видим, что период полуведения экстимии во много раз больше и также продолжительность нетрепенения четвертой степени практически в два раза меньше, чем у препарата неолостим. Учитывая, что фирма-производитель обещает, что экстимия будет дешевле, соответственно, этот препарат будет более доступен для больных. Я хочу немного пару слов сказать о нашем сайте. Мы находимся в Архангельске, на территории химиотерапевтического отделения. Рандомизировали 36 пациентов. При анализе данных нашего сайта мы не заметили никакой разницы с общим анализом. Показатели все те же. И серьезные негативные явления в группе экстимии 7,5 мг у нас вообще не встречались. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Благодаря усилиям наших докладчиков, которые сэкономили несколько минут времени, у нас есть возможность задать 1-2 коротких вопроса. Если есть в аудитории вопросы, то пожалуйста. Так, всем все понятно. Есть вопрос, да. Пожалуйста. Можно я, наверное, отвечу на этот вопрос? Потому что всех интересует то, что изначальная популяция составляла 138-126 пациентов, а в дальнейшем анализ эффективности проводился на меньшем количестве пациентов. На 110 пациентах проводился анализ эффективности. Все дело в том, что, к сожалению, не все пациенты получили как минимум 3 цикла и дошли до оценки КТ. Поэтому ряд пациентов, у которых по тем или иным причинам было невозможно провести сравнительную оценку КТ, то есть от скрининга и до первой оценки, и до второй оценки, они исключались из анализа эффективности. Но так как они получали препарат, то они, безусловно, были включены в анализ безопасности и по возможности фармакокинетики. А тогда можно продолжение этого вопроса? А по какой причине они не дошли? Это было раннее прогрессирование, токсичность, какие-то другие причины? Ну, достаточно много было разных причин. Часть причин, безусловно, были ассоциированы с прогрессированием, потому что это не самая благоприятная нозология, и пациенты достаточно тяжелые. Ну, могу сказать, что это прогрессирование до первой оценки, оно было примерно равноценно как в группе нашего препарата, так и в группе авастина. Также имели место проявления нежелательных явлений, по которым пациенты потом исключались из исследования. Часть пациентов, были случаи, когда забирали информированное согласие. Но это, опять же, было равноценно во всех группах. Их могли переключать на другую терапию, например. Спасибо. Да, конечно. По поводу таблицы. Там, с одной стороны, критерием исключения была, так сказать, предшествующая химиотерапия, да? А с другой стороны, когда в таблице вы показывали, как рандомизировались пациенты, так сказать, неоадюгантная химиотерапия тоже присутствовала. Вот я немножко этот момент не понял. В качестве критерия невключения была предшествующая химиотерапия по поводу метастатического рака. То есть это были пациенты, которым проводилась первая линия лечения метастатического рака. Неоадюгант и адюгант были разрешены, ну, соответственно, сроки проведения. Спасибо. Так, еще один вопрос, короткий. Короткий экономический вопрос. В первом докладе сравнивалась цена Маптера и биоаналога, и цена была привязана к курсу доллара. Правильно я понимаю, что цена биоаналога привязана к курсу доллара? Я отвечу. Нет, на самом деле никакой привязки нет. Цены у нас на все препараты, включенные в перечень жизненнообходимых лекарственных препаратов, фиксированы в рублях. Поэтому независимо от изменения валютных курсов и экономической конъюнктуры, цены на препараты, производимые в России, они в рублях будут оставаться такими же. Так, есть еще вопросы? Ну, в таком случае я должна поблагодарить всех докладчиков, всех, кто пришел на симпозиум. Мне кажется, что у меня ощущение, мы два момента важных должны сегодня понять, что, во-первых, у нас в стране стала появляться наша фармацевтическая промышленность, реально действующая, которая в ближайшем будущем будет нас, возможно, обеспечивать в значительной степени качественными препаратами. И мне бы хотелось подчеркнуть, что все доклады, которые сегодня вы услышали, касающиеся сравнения биоаналогов с оригинальными препаратами, мне кажется, они все были проведены на очень высоком методологическом уровне, сопоставимом с теми исследованиями, к которым мы привыкли читать зарубежную литературу. Мне кажется, мы должны поздравить те коллективы, которые работали над этими, так сказать, исследованиями, ну и надеюсь, что наш опыт использования препаратов нас не разочарует. Спасибо большое. До новых встреч.